Когда вся община постится, очень важно понимать, что в этом участвуют все люди. И послание Равшаула Павла к Тимофею очень интересное место, которое меня вдохновило, потому что там есть несколько таких заявлений и просьб служителя, к молодому служителю, как и я делаю очень часто на заданиях для людей. Смотрите, негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Когда идет пост, у нас очень много информации происходит, особенно сейчас. В это время информации столько, что, наверное, нужен особый банк для информации. И нам очень важно практиковать свою веру в благочестие. Благочестие — это такая вещь, которую ты благочестиешь, то есть делаешь что-то особенное. В чем переключается это благочестие? Упражняйся в благочестии. Благочестие на все полезно. И слово «все» здесь означает абсолютно все. Имея обетование жизни, настоящее и будущее. Благочестие — человек, который делает добрые дела. Они и в настоящее, и для будущего, они имеют основу для общения с людьми. Потому что, когда человек злой и упражнялся в бабьих плетнях, он себе накручивает разные истории. А человек, который благочестивый, то есть он видит в другом человеке какое-то благо, маленькое зерно хорошего, даже если там что-то плохое произошло. Поэтому в этот день поста мы молились Богу и просили Его за свое личное благочестие, для своего возрастания и своей работы с людьми. Пускай Бог благословляет вас и упражняйтесь в тех дарах, которые Бог дает миру. Субтитры создавал DimaTorzok